СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну чего, Маша, еще пару недель и все, прикинь. Чего все прикинь? Ну как, финиш и прощай, унылая школа. Ну так-то еще и ГЭ. Так, Голубь, полетел. Курочки мои, расходимся. Скажи, ты будешь по мне скучать? Я не буду. Ну, свидание-то, хоть пойдешь, а? Очень смешно. Машка! Ну что, Сережа тоже не твой принц? Ну кто же он? Кто Машка? Может быть, скоро узнаете. Кто, кто? О, я знаю, это Сеня. Отстой. Братан, ну вот учись, пока я жив. Мастер-класс даю. Пока бесплатно. Так, красоточки мои. Ну что, в ресторан сходим? Маша с нами? Нет. Угощаешь? Ну, конечно. Чего стоим-то? Идем, 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 идем. Маша Измайлова, подойди, пожалуйста. Кто этот парень? Он не из нашей школы. Он закончил школу и уже отслужил в армии. Давно ты его знаешь? Год, может быть, чуть больше. А что такое? Ничего. Надеюсь, родители в курсе? Валерия Георгиевна, я уже совершеннолетняя, и мама с папой мне ничего запретить не могут. До свидания. До свидания. Машенька, будь осторожней, пожалуйста. Угу. Привет. Да, уши. Машенька, будь осторожней, пожалуйста. Машенька, будь осторожней, пожалуйста. Машенька, будь осторожней, пожалуйста. Красивый дом. Да, конец восемнадцатого века. Ранний классицизм. Эту усадьбу построили разобогатившие купцы, а до этого, если не ошибаюсь, это поместье принадлежало Воронцовым. Такой очень влиятельный княжеский род, при Екатерине Великой, он быстро угас. Говорят, из-за того, что они погубили душу невинной девушки. Каким образом? А, единственный сын князя обесчестил дочь небогатого помещика, отказался на ней жениться, конечно, брат той барышни застрелил его на дуэли, а сама она утонула здесь, в пруду. Печальная история. Да, но типичная для того времени, вообще типичная. Видимо, здесь за двести лет еще очень много девушек селищут из жизни. Мне бабушка рассказывала. Да, из-за несчастной любви. Аня, что вы там увидели? Да нет, ничего. Может быть, хотите зайти внутрь? Нет, давайте еще прогуляемся. Вокруг. Гридасов? Я. Еременко? Здесь. Зайцева? Здесь. Измайлова? Измайлова? Ее нет. Измайлова что, решил устроить себе выходной? Итак, тема урока. Да не волнуйтесь вы так. Обычно дело подростки. У меня у самого такое балдуи было. Загуляет, а мы с женой волосы рвем. Да не загуляла она. Она в школу не пришла. А вы сами там были? Звонили ее подруге. Алёне. Она пришла нам вот это. Мы думаем, что ее похитили. Я малолетняя шлюха. Я тряги. Я разводка. Я разводила мужчину деньги за секс. Шумилова? Что это там у тебя? Показывай. Показывай. Я малолетняя шлюха. Я тряги. Я разводка. Я разводила мужчину деньги за секс. Простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Это во всех соцсетях. Все видели. Я снимал человек камуфляжа. Ее явно заставили это сказать. Ну вы же видите. Вы сказали, она встречалась с парнем, так? Да. С Виктором. Как фамилия Виктора? Легаев. Он не так давно из армии вернулся. Вы ему звонили? Телефон выключен и у Маши тоже. А домой ходили? Вы знаете, где он живет? И дома никого нет. Не волнуйтесь, найдем. Значит, это тот самый тот. Да. Красиво, правда? Очень. А вы сказали, единственного сына князя убил на дуэли брат той девушки? А вы уже начали расследование? Кого подозреваете? Ну, я бы подозревал отца. Жалко его уже не допросить. Господи! Опять ее приемника. Какая же молоденькая-то, а? Что же ты в этом не может быть? Не творится-то. Не творится-то. Ой, какая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы на месте. Молодец, что дар countless дорожные камеры пробить. Не глупее тебя, Степин. Опа. А вот и тачка нашего друга. Стоять, полиция! Стой на месте! Стоять! Ой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты не легаем, что ли? С Серёгой я. Баринов. Легаев где? Дрыхнет бухоем. Чё, с утра бухаете? Нас бабы бросили. Одновременно, что ли? Ну да. Неудивительно. Ладно, вставай, покажешь нам. Да я просто за пивом пошёл, а тут вы... А что ж побежал тогда? Вы ж менты. А Витька там! Я покажу. Пойдём. Там, Витя, там. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ага, бачка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь всё в порядке. Всё хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотрите, это дочь моя! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет! Как ты здесь оказалась? Подумаешь. Бином Ньютона. Адрес ты оставил папе, а ключи, как всегда, прячешь в электрошитке. Нет, ты один у нас следователь? Ты ни дня не работала в специальности. Зато у меня память хорошая. Ты уже не будешь? Зачем ты приехала? Судить развод. Как цивилизованные люди. Цивилизованные люди могут обсудить развод по телефону. Послушай, если тебе настолько невыносимо мое присутствие, я могу поехать в гостиницу. Оставайся, я на диване посплю. Ну что ж ты, дурочка такая. Подумаешь видео, плюнуть и растереть. Через месяц меня вспомнил никто. Ты, дорогая моя, ты, получается, не сама утопилась-то. Такая славная, красивая девочка. И совсем не похожа на, прости господи. Ну, ну, а кого? Ну что, вы не знаете, что ли? Уже весь город тот ролик посмотрел. Бедные родители. Какой позор. Какой ролик? Ну, как какой? Ну, этот, правда. Ой, смотрите. Она онлайн. Господи, напугали меня. Кто-то из родственников зашел на страницу или из полиции. Вот вы не знаете, что иногда умершие... Да-да, войдите. Здравствуйте. Мне нужна справка для поступления. Здравствуйте. Обходной лист, давайте. Проходите, раздевайтесь. Обязательно? Да. А вы засняетесь? Нет. Нет. А может, я только рубашку сняюсь? Помогли. Что с вами случилось? Ничего. Что значит ничего? Тебя же избили. Никто меня не бил. Ну да, ну да. Как же. Вообще-то мы здесь все врачи на минуточку. Надо в полицию сообщить. Не надо в полицию. Я сам виноват. Ладно. Давайте его послушаем. Дыши глубже. Болеть? Нормально. Так, давайте я вам сейчас садитесь в полюшую мазь. Она снимет боль. И снеги быстрее уйдут. Вы ее знали? Нет. А вы? Мы учимся. Вы учились. В одном классе. Вы дружили? Нет, не дружили. До свидания. До свидания. Простите. Мы все просто потрясены, бедная девочка. Расскажите мне о Маше. Какой она была? Сложной. Маша была сложной. Способной, резкой, эгоцентричной, тщеславной. Как все подростки. А в каком смысле тщеславной? В самом прямом. Маша нуждалась в признании. Своей красоты, своей значимости. Нуждалась в любви. И как у нее с любовью? Было? Хорошо. Я бы даже сказала, слишком. Маша была популярная девочка. За ней все время увивались парни. Увивались. Да, с красивыми девочками всегда так. И как она их поощряла? Кого-то, возможно. Ей нравились парни постарше. Например, Виктор. Виктор? А, этот парень, который за ней заехал. Я, честно говоря, в первый раз его видела. Ну, что ж, спасибо вам. Знаете, она все время с кем-то переписывалась. Мне все время приходилось на уроках отбирать у нее телефон. С Виктором? Ну, не буду же я читать чужие переписки. Это неэтично. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Виктор Сергеевич, вы забрали Марии из Майловой школы, правильно? Ну, да, типа того. Давайте-ка без нуи, без типа. Да или нет? Да, забрал. И куда вы поехали? Ну, никуда. Катались. Где катались? Как долго? Долго катались. По городу. Дорогу не запоминал. Ну, напрасно. Вам бы сейчас это помогло? Ну, во-первых, не мне бы помогло, а вам. Вы же дело шить на меня пытаетесь. А время доказывания лежит на обвинителях. Я вижу, ты юридически подкован. Это хорошо. Это тебе пригодится. Потому что ты, Витюша, убил свою девушку, Марию Измайлову. Сначала проломил ей голову, потом утопил в пруду. Так было дело. Ты чай, сволочь! Нет, не так. Ну, а как было? Расскажите нам. Да не убивал я, правда. Клянусь. Маме будешь клясться. А нам нужна правда. Я правду говорю, правду. Ваша машина? Да. Я была летящим. Не отряд, не развод. Я разводила мужчина деньги за секс. Простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду. А что тогда это отражение? Это же твоя курточка. Твоя же культочка. Слушайте, такая куртка может быть абсолютно у любого. Когда мы с ней расстались, было светло. А здесь темно. Я отвез ее на площадь, и она домой поехала. Все, что я до дома-то не проводил, а? Не по-джентльменски, это Витя. Это же девушка твоя. Нет, мы уже расстались. Года, ну что? Давно? Ну, тогда и расстались. И кто с кем порвал? Вы с ней или она с вами? Она. Вот тебе и мотив. Она тебя бросила, и ты ее убил. Предварительно отславив на весь город. Так, Витюша? А докажи. Те. Ну, с ним все понятно. Закрывать надо. И куда вы поехали после того, как, по вашим словам, оставили девушку в центре? К Сереге. Так долго пробыли у него. До сегодняшнего утра пробыл. Можете сами у него спросить. Непременно. Баринова пригласить. Жданин, барин, в котором Часулигаев приехал к вам домой? Не помню. Совсем не помните? Может быть, примерно помните? Не-а. Пьян был. Извините, я гражданин следователь. Да мы вообще ничего не знали про этого Витю. Машка скрытная была. Вообще не рассказывала про свою личную жизнь. Но она намекала, Рит, помнишь? Как раз накануне. Накануне того, как пропала? Угу. Ну, она намекнула, что вроде как у нее кто-то есть. И скоро она нас познакомит с ним. Ну, Святи нас так и не познакомила. Мы подумали еще, что может она боится, что мы типа увезем красавчика. Ну, это вообще не в Машкином стиле. Мы подумали, что… Маша, она вообще о ком-то трупом говорила. Извините, пожалуйста. Что там? А, я тоже этим приложением пользуюсь. И как? Не очень. Ну, там хотя бы можно малолеток откровенных придурков фильтровать. Угу. Как эти вон. Ты не Голубь, ты клювокрыл! О-о-о! Никто не сможет оседлать клювокрыла! Одноклассник? Ага. Сенька Голубев, тот длинный. Его постоянно все троллят. Почему? Ну, он шарит в математике, в компьютерах. Ботан. Угу. Все-таки нравится. Где ты? Видео снято на телефон, причем очень дорогой. Там разрешение хорошее, а у Легаева попроще. Там такой камеры нет. А камуфляж? Я думаю, Легаев прав. Такой камуфляж можно купить в любом военторге. А если от видео плясать, может, можно определить эти… Как их? Степин! Геоданные. Их, к сожалению, определить не сможем. Видеохостинг находится за границей, и они не обязаны предоставлять нам эту информацию. Не будем тратить на это время. Ну, черт с ним, сами справимся. Катерина! А? Ты чего в телефон уставилась? Опять личной жизнью занимаешься в рабочее время? Занимаюсь. Ну, не своей. У Измайлова был профиль в «Найди меня». Это что еще за зверь такой? Приложение для знакомств, товарищ подполковник. Классный руководитель утверждает, что Измайлова все время с кем-то переписывалась во время урока. В день своего исчезновения она намекнула подругам, что познакомит с новым парнем. Но с Легаевым она в этот же день рассталась. И я подумала, что если не был кто-то еще, вне школы и обычного круга. И я сделала запрос. И нам пришлют все данные. Молодец, Трижо. Разрешите? Заходи. Максим Александрович, к вам там жена пришла. Пропустите. Да, проводите ее в мой кабинет, пожалуйста. Так точно. Алло, Максим. Таня, простите, что только сейчас говорю, но у меня сегодня не получится пообедать, к сожалению. Ай, я поняла, ничего страшного. В деле Маши и Измайловы появились новые обстоятельства, надо во всем разобраться. Скажите, а вы уже опросили ее одноклассник? Ну да, да. Формально на ночь убийство у всех хали, спали дома. Но, откровенно говоря, есть и другие подозреваемые. Понятно. Удачи вам. Спасибо. И еще раз простите. Да, все в порядке. На связи. До свидания, Аня. 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 Что это? Исковое заявление о разделе имущества. Прочти и подпиши, если нет возражений. А если есть, мы можем обсудить. Это не могло подождать до вечера? Нет, не могло. Ты, как всегда, будешь поздно, а мне адвокату заявление отправлять сегодня. Нужно читать, перед тем, как подписываешь. Но ты же юрист. Мне дача не нужна. А почему? Ты же любил там бывать. Там лодка твоя. И что? Что я с этим буду делать? Продай. Макс. Я все равно не смогу туда приезжать. Далековато от Затонска. Я прошу тебя, ты мне сейчас только не говори, что ты на всю жизнь решил остаться провинциальным следователем. Это не твой уровень. Тебе напомнить, почему я здесь оказался? Твой отец мог бы помочь тебе перевестись в Москву. Позвони ему. Так это он тебе прислал? Ты говоришь, как параноик. Ладно. Прости, что нарушила твои планы. Какие планы? Ну, ты же собирался с ней пообедать. Верно? С кем? Ладно, до вечера. Что, уже пообедали? Это что-то расхотелось. Да не переживайте вы так. Жена к нему всего на пару дней. А скоро она обратно в свою Москву уедет. Что? А вы откуда знаете про нее? Так он снимает квартиру моей своей очинице. Она сегодня приходила, ну, уборочку сделать, там, туда-сюда. А там эта Марина и сидит. Может, все-таки покушаете, а? Спасибо. Может, мне тоже завести аккаунт на сайте знакомств? Что с тобой? Ты решила начать карьеру провинциальной алкоголички? О, поправка. Одинокой провинциальной алкоголички. Так, стоп. Так не пойдет. Это из-за жены Максима? Ну, второй раз я просто такого не выдержу. Да брось. Он мне сам сказал, что с женой разводится. Тогда почему он мне не сказал, что она приезжает? Ладно. Ты права. Так не пойдет. Кофе будешь? На ночь. И опять ты права. Да? Сделаю чай. Так. Ко мне на прием приходил Машин одноклассник. Сеня Голубев. А, это тот, который высокий. Он еще в очках. Я его в школе видела. Вот. Его избили недавно. Ты думаешь, это как-то связано с гибелью Маши? Думаю, да. Ты что-то видела? Да. Только пока не поняла, что это. У нее было две тени. Тебе это о чем-то говорит? Две тени. Меня никто не понимает. С ровесниками мне скучно. Они все тупые. Какое счастье, что у меня есть ты. А вот он пишет. Маша, моя любимая девочка. Я буду так нежен с тобой. Статья 134 УК. Не прокатит. На момент переписки Маше было 17. А сейчас ей уже 18. Да, УК тут бессилен, к сожалению. Олегаев думал, что он единственный. И верил, что любимая его ждет. Ну, вообще-то у них тут все довольно невинно. Они обсуждают литературу, поэзию, обменивают цитатами из блока. Этот Дон Жуан пишет, что с нетерпением ждет ее 18-летие. Кстати, у него правда ник Дон Жуан. Фото есть? Но не факт, что это настоящее. И это еще не все. Вот. Скажи еще раз, что хочешь целовать меня всю. Я буду целовать тебя всю, детка. И как ты это будешь делать? Сорву с тебя трусики зубами. Это будет бомба Лейла. Стюпин. Да. Считай на место. Вот ты говоришь, невинно. Так это уже не Дон Жуан. А кто? А это некто Би Джонсон. Ну, там еще много такого. Могу зачитать. Достаточно. Кстати, Измайлова еще дорогие подарки из него тянет. В основном ювелирку. Шустраем. Фото есть? Секунду. Стоп, стоп, стоп. Это же Гридасов. Во всяком случае, на фото он. Кто такой? Да есть у нас тут один. Бизнесмен. В прошлом куролесил. Потом вроде остепенился, успокоился. Надо ехать к нему. Подождите, это еще не все. Профиль Измайловой не привязан к ее номеру телефона. Кстати, да. В телефоне, который вытащили из пруда, следов приложения нет. Откуда велась переписка? О, вот это самое интересное. Номер мобильного телефона, с которого Маша заходила в приложение, зарегистрирован на некого Волошина Юрия Игоревича. 1976 года рождения, проживающего в городе Рыбинске. Учитель литературы, между прочим. Вот это да, Гридасов будет в острой, когда узнает, что вел переписку с 50-летним извращенцем. Профиль Дон Жуана также зарегистрирован на номер Волошина. Хочешь сказать, что Волошин переписывался сам с собой? Не совсем так, Михаил Петрович. Волошин подарил девушке телефон, а номер зарегистрировал на себя. Я думаю, надо допросить обоих. И Волошина, и этого какого? Гридасова. Волошин уже едет. Завтра утром будет. Ну, прекрасно. И отправьте кого-нибудь к Измайловым. Я думаю, что второй телефон должен быть у них дома. Ну, вот, давление почти в норме. Ой, что мне может быть в норме, голубушка? Хожу с трудом, слышать не слышу. Ни хрена без этой штуки. Вы одна живете? Ничего, кто со мной живет. Сенечка. Сам вызвался. Голубев Арсений? Да. Он приходил ко мне. Да ну. Справка для вуза ему нужна была. Хороший парень. Да, замечательный. Математику любит. Молодец. Ну что, я пойду. А я вас провожу сейчас. Нет, нет, что вы. Не надо. Провожу, провожу. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон». Нет, я не могу. Спасибо. Ну вот, нашла. Ой, извините. А у вашего внука девушка есть? Нет. Нет. Он говорит, надо сначала в институт поступить, а уж потом о девушках думать. Это он вам просто не хочет говорить, наверное. А сам гуляет где-то допоздна. Ну, может, и гуляет. Я все равно снимаю аппарат на ночь. Так что он может до утра гулять не услышал. Вот уедет он в Ленинград учиться, а мне придется в богадельню. Или лучше сразу на кладбище. Вот тогда точно не надо торопиться. Ну вот, да уж как придется. До свидания, милая. Дай вам бог. Спасибо. Не болейте. День добрый. Старший следователь Самароков, Максим Александрович. Лейтенант Стрижова. На охоту собираетесь? На охоту. На кабана? На лося. Чем обязан следственным комитетом? Вы знакомы с Марией Измайловой? Которую в пруду выловили. Мой Петька с ней в одном классе учился. А насколько близким было ваше знакомство? Ни на сколько. Знал, кто она такая. Не более того. Вы не состоялись с Измайловой в любовной переписке? Не заводили профиль в приложении «Найди меня»? Что-то слишком много вопросов. Давайте-ка я позвоню адвокату. Вы же не возражаете? Ваше право. Максим Александрович, приветствую. Бреннер Александр Леонидович, адвокат Гридасова. Прямо быстро. Я вообще на расправу скоро. Максим Александрович, чтобы сэкономить мое и ваше время, я поговорил со своим клиентом, и мы решили сделать заявление. Прошу вас, Михаил Валерьевич. Я действительно забрал девчонок. Но я ее не убивал. И понятия не имею, кто это сделал. А поконкретнее можно? Как забрали? Куда увезли? Мои люди забрали ее у дома. Около половины одиннадцатого. И отвезли в Перелесок, километров в пяти от города. Зачем? Поговорить надо было. О чем? Я получил СМС. Ваш аккаунт на сервисе «Найди меня» взломан. Просим перевести на этот номер пятьдесят тысяч рублей. В противном случае все ваши фотографии и переписка будут выложены в сеть. Я и понятия не имел, что у меня там аккаунт. Я предпочитаю знакомиться с женщинами другими способами. Как вы вошли в аккаунт, если он был взломан? Да никто его не взламывал. Пароль изменил и зашел. Тут мне все и стало ясно. Что именно? Что-что? Что это развод. Еще и карту мою взломали. Она была к номеру привязана. И решили с номером разобраться? Ну так уж я привык. То есть ваши люди похитили Измайлова, отвезли в лес, избили и заставили сделать видеопризнание? Никто и не избивал. Скажете тоже. Это ошибка. Не поспоришь. Ошибка. И за эту ошибку ты заплатишь прямо сейчас. Любишь виртуальный секс? А как насчет реального? С реалом там тоже полный порядок. Ты не занималась я никаким виртуальным сексом, понял? Старый козел, с тобой бы точно не стало. Нужна ты мне, малолетка. Думала я добрый папик. Хотела с меня бабки срубить. То есть вы Измайловой не поверили? Ну разумеется нет. И заставили школьницу назвать себе шлюхой на камеру. Ну он мне ж надо как-то было себя обезопасить. Мало ли что они еще придумают. Повторяй за мной. Я малолетняя шлюха. Повторяй за мной. Я малолетняя шлюха. Я малолетняя шлюха. Молодец. Дальше что? Ничего. Отправил на все четыре стороны. До ближайшей остановки довез и высадил. Мой клиент говорит правду. Вот видео с камеры наблюдения. Мой клиент говорит правду. О, мне дает весело. Мой клиент говорит правду. Нет. Возвращение помYou. Мой клиент говорит правду. Аня. Добрый вечер. Максим, добрый вечер. Все в порядке? Все в порядке. Что-то случилось? Мне казалось, мы можем доверять друг другу. Мне тоже. Я же уже сказала, все в порядке. Не переживайте. Может быть, хотите узнать, как расследование продвигается? Ой, Максим, я немножко устала. Пойду, наверное, домой. Я уверена, что все хорошо. Доброго вечера. Ты же собиралась уехать завтра. Прости. Это была ошибка. Что именно? Все. Мой приезд. Я так и не понял, зачем ты приезжала. Сама разрушила все, что между нами было. Я не знаю, как это произошло. Как будто это была не я. Я это заметил. Макс, а ты вообще понимаешь, что я приехала не имущество делить? И даже не семью спасать? Потому что я знаю, что ты все равно будешь прекрасным отцом для Сережки. Всегда. Я знаю это. Тогда зачем? Мне кажется, у нас была любовь. Настоящая, большая любовь. Мы это знали. Все это знали. Нам все друзья завидуют. Я совершила ужасную ошибку. Но знаешь, я вот думаю, стоит ли из-за одной ошибки, из-за одной ошибки убивать нашу любовь? Потому что она же никуда не делась. Она же жива. Я же тебя люблю. Люблю. Скажи мне, что у нас решается. Начать все за мной. Я знаю. Я знаю, что есть еще одна проблема. Не надо. Макс, я помогу тебе забыть. Если не хочу забывать. Значит, мы будем помнить вместе. Вдвоем легче. Мне на работу пора. Я сварю кофе. Отставить. Макс. Макс. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Остается голая простить и правда Вы учитель Вели любовную переписку За школьницей Которая вам в дочери годится Так вы же все читали Влезли так сказать Сапогами Ну что, ну есть хоть что-нибудь в нашей переписке Предосудительное Как вы познакомились с Марией Измайловой? Продолжение для знакомств? Нет На поэтической дуэли Это ежегодное мероприятие В усадьбе Воронцовых Где детки собираются со всего края И они читают стихи Блески кровавые зрачки Дымящиеся пеной пасть Погибнуть пасть Что мы? Вот хруст костей Вот молния сознания Перечертой тьмы И перехлёст страдания Что мы? Но ты Твой образ гибнет Где ты? В сиянии одетый Бессильно смотришь с высоты Пускай мы тень Но тень от твоего лица Вдохнул ты в тело дух И сердце с болью вынул Но мы придём в последний день Мы спросим в день конца За что ты нас покинул? Браво Молодец, Маша Пять минут перерыв Я прошу приготовиться Следующего участника Сергей Батов Слушай Тот прыгок походу на тебя Запал жестко Мы разговорились Она очень оригинально говорила о поэзии О серебряном веке О шестидесятниках Я такого никогда не встречал А я, знаете, учу детей уже 20 лет И что потом? Как началась ваша переписка? У меня есть профиль Найди меня Я там иногда знакомлюсь с женщинами Вот, простите Вот, и вдруг получаю сообщение от Маши А вы не удивились, что молодая красивая девушка написала вам первую? Знаете, нет ничего удивительного в том, что такая девушка Да ей скучно со сверстниками Она написала, что влюбилась в меня А я, ну, я, конечно, не устоял Но мы сразу договорились Что до ее 18-летия мы встречаться не будем Вы подарили ей телефон Да Я купил и отправил через постамат Она не хотела писать со своего Но боялась, что родители прочитают Вы что-нибудь еще ей отправляли? Деньги, подарки? Да ну какие деньги-то? Ну, боже мой! Только книги Ремарк, Фит-Жеральд Поэзия, конечно Она очень любила символистов Особенно Блока И что? Вы даже по телефону ни разу не разговаривали? Но нам это было не нужно Ну, я пару раз Признаться пытался А телефон всегда был выключен А вы знали, что у Маши Измайловой Был парень? Нет, это... Вы ошибаетесь? Это невозможно Она говорила, что у нее никогда никого не было А это вы видели? Я малолетняя шлюха Я дрянь, я разводка Я разводила мужчина деньги за секс Простите меня, пожалуйста Я больше так не буду Что это такое? Это какой-то ужас Это... Это все неправда, да? Ну что? Да это ее заставили Где вы были в ночь с 15 на 16? В Москве на конференции Это кто-то может подтвердить? Ну как? Да кто угодно Я у товарища жил Всегда был на виду Да я из новостей прочитал, что Машу убили И из Москвы сразу сюда Простите, у вас нитроглицерина нет? Посмотри, это просто невероятно С одним поэзия и одинокая душа И все такое А с другим сплошной виртуальный секс Папочка кухни Помнишь, ты говорила про две тени? Угу, все расходится И учительница сказала, что Маша была сложной и противоречивой натурой Понятно Только я все равно не понимаю Как ей мог нравиться этот Гридасов? А Волоши? Ты бы его видела У Гридасова хотя бы деньги Это логично Ну, ты говоришь, он продолжает настаивать, что не переписывался с ней Я думаю, что вряд Но, скорее всего, она ее не убивала Ну, просто Смотри, даже здесь видно Он пишет Детка, все будет, бомба, лейла Да? Здесь тоже Одна та Ты говоришь, Гридасова сколько лет? Сорок семь Ну, ну вот Это же все такие сленговые, молодежные словечки Вряд ли Гридасов так выражать Подожди, а ты сказала, что сын Гридасова учится в одном классе с Машей Да Итак Впервые образ тени появляется у Ахматовой в одном из стихотворений «Белые стаи» в январе 1917 года Здесь тень как бы символ движения, знак перехода из одного мира в другой И здесь тень Валерия Георгиевна, здравствуйте Здравствуйте Извините за беспокойство, скажите, пожалуйста, а Петя Гридасов присутствует на уроке? Да, он здесь Петя, встань А в чем, собственно, дело? С вещами на выход А что я сделал-то? А мне при всем классе сказать? Петя Итак, продолжаем Давай, рассказывай Ну да Это я Машу разводил А ты меня отца? Ну да Он качок, богатый Телк Женщины, в смысле Такие нравятся обычно Его кредиткой оплачивали подарки Да, я часто его картой пользуюсь Он не контролирует это особо Если бы не этот взлом Он бы ничего и не угнал А как подарки-то отправлял Маше? Через постамат Главный вопрос Зачем ты все это придумал? Ну как зачем? Маша красивая Была А тебе ничего не светило А тут не в этом дело Она, типа, вся такая умная Книжек много читает Правильная А на самом деле Она, как все остальные бабы Про секс и деньги думает Больше всего меня прикалывало Знаете что? То, как она перед папой лебезила То есть передо мной Фотографии разные отправляла Интересно В свободе Чего теперь со мной будет-то? А ничего хорошего Арестуют меня? А это твоему отцу Решать, возбуждать дело Или нет Пусть он за тебя решает Если выйдет под залог Понятно Здравствуйте Здравствуйте Вам туда Добрый день Присаживайтесь Евгения Семеновна Примите, пожалуйста Мои Соболезновные Чем я могу вам помочь? Мне ничего не нужно Мне нужно продлить рецепт На транквилизатор А я К сожалению Не могу Это Это психиатр А вы у него были? Рецепт совсем недавний Что, уже все выпили? Сколько таблеток вы принимаете? Это очень опасно Но так нельзя Мне уже все равно Мою дочь убили и опозорили Теперь весь город говорит Что Машенька шлюха Но это не так Я знаю свою дочь Никто так не думает Она просто запуталась Она была очень умная И серьезная девушка Поэзию любила Серебряный век Зинаида Гиппиус Была ее любимой поэтессой Да, ей нравилось Флиртовать Но это нормально У ее возрасте Подарки и деньги Ей были не нужны У нее все было Евгения Семеновна Поверьте, сейчас самое главное Это сохранить себя Давайте я сама Позвоню вашему психиатру И мы с ним обсудим Как быть Не надо Я ничего не могу сделать Чтобы защитить память о ней Имя ее Вы понимаете это? До свидания Что же с тобой случилось? Кто тебя убил? Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА